В актуальном, хотелось сказать несколько слов об усилиях нашей страны по установлению мира и стабильности на Южном Кавказе. В исполнении трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, я уже сегодня их упоминала, российская страна последовательно содействует нормализации армян-азербайджанских отношений. Минобороны России и российский миротворческий контингент в тесном сотрудничестве с Министерством иностранных дел прилагают энергичные усилия по урегулированию ситуации вокруг Латчинского коридора. С 12 сентября прошлого года во взаимодействии с благотворительными организациями обеспечена доставка в регион более 2,5 тонн гуманитарных грузов. Проведено 7 гуманитарных акций в 88 населенных пунктах. Помощь получили более 8 тысяч детей и 800 малоимущих семей. В диалоге с Баку и Ереваном продолжаем поиск взаимоприемлемых развязок, которые помогли бы возобновить полноценное функционирование Латчинского коридора в соответствии с заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и улучшить гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе. Какой бы напряженной ни была обстановка в регионе, замораживание под этим предлогом переговорных процессов считаем контрпродуктивным. Подобные увязки отделяют перспективы восстановления прочного мира и стабильности на всем Южном Кавказе. Мы призываем наших партнеров в Баку и Ереване к скорейшему возобновлению ритмичной совместной работы по каждому из направлений нормализации двусторонних отношений. Окажем всю необходимую поддержку в организации очередных заседаний трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров по разблокированию экономических и транспортных связей в регионе и комиссии по армяно-азербайджанской границе, а также новых раундов переговоров по подготовке мирного договора на уровне глав внешнеполитических ведомств. И одновременно будем далее всемирно способствовать наращиванию контактов по линии гражданского общества, экспертных кругов, религиозных деятелей, запуску диалога парламентария. И